1070 наркоманов. Официально именно столько человек состоят на учёте в Черепаевском наркодиспансере. Мужчин с зависимостью намного больше отмечают медики. Женщин с наркоманией насчитали около 200. И почти 20 потребителей запрещенных веществ несовершеннолетние. Проблема наркомании актуальна в нашем городе. По статистике могу сказать, что количество наркопотребителей в нашем городе сопоставимо с Москвой и Московской областью. Поэтому цифры высокие. Я думаю, что связано это всё-таки с удалённостью от центральных городов. То есть мы близко расположены от Москвы, Санкт-Петербурга. Из этих городов в основном и идёт весь наркотрафик в Череповец, говорят специалисты. При этом сам рынок ушёл в интернет, из-за чего, по словам экспертов, найти производитель наркотиков – задача трудная. В основном правоохранители ловят закладчиков и курьеров. Со временем изменился и вид потребляемых наркотиков. Анализ показал, что в последние годы наметились новые тенденции, повлёкшие изменения структуры наркорынка. Отмечается увеличение удельного веса изымаемой синтетики. Только в минувшем году её доля увеличилась более чем на четверть. В то же время растёт число пациентов с зависимостью от психостимуляторов. И так называемых лёгких наркотиков не существует, рассказывают наркологи. Любые наркотические вещества наносят вред здоровью. При этом в июне в Канаде приняли закон о легализации марихуаны. По мнению властей, так они будут лучше контролировать производство и потребление каннабиса. Однако за вождение под действием наркотика и нелегальную продажу конопли, в том числе детям, наказание сохраняется. В России же к легализации марихуаны относятся негативно. По данным ВЦИОМ, 89% жителей страны высказали, что подобный наркотик не должен свободно продаваться. Защитники инициативы выступают скорее за декаминализацию употребления марихуаны, чтобы тюрьмы не переполнялись заключёнными по 228-й статье. Черепопчание же к разрешённым наркотикам также относится отрицательно. С наркотой надо бороться, бороться, ещё как бороться. В Канаде хорошо, наверное, у нас это очень плохо. Нет, 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 ни в коем случае. Нет. А почему? Ну, я не хочу. У меня всё-таки растут внуки и дети, слава богу, нормальные получились. Так что я не хочу этого. Я хочу, чтобы всё было хорошо. Да, почему бы нет? А почему? Ну, другие наркотики разрешены. Курение, допустим, достаточно вредное. Чем больше запрещают, тем больше люди к этому стремятся. У нас в такси-симе проблема огромная. Так что, мне кажется, вообще ни к чему это всё. Молодежь, проблема большая с ними. Со спайсами, со всем, со всем другим. Но даже специалисты признают, официальные 1070 наркоманов-черепопцы – это всего лишь верхушка айсберга. Многие наркозависимые просто не обращаются за медпомощью. А по закону принудительное лечение в России запрещено. Рафик Саев, Александр Ишагичев, Татьяна Кудрявцева. Новости. Редактор субтитров А.Семкин